На запись, говори, сынок. Степан, скажи, как поставишь. На запись, ставь. Я поставила, сынок. Они, мам, пришли с осетинами вооруженные, короче, с патронами, короче, и нам угрожают, короче. А вот этот осетин, короче, сейчас полкану, короче, по морде ударил, короче, он взял, треснул, а тот три войны прошел. Они закусились, тот взял, ударил его, а его цепные псы сразу за пушки взялись. И вот они сейчас еще пригады сюда вызвали, сюда прибежали люди с автоматами. Так что, если нас тут положат на заводе, просто знай, что это осетинцы, вот эти чербаны, все, короче, поналетели сюда. Пишем. Так, Сашенька, вставайте в кольцо, держитесь все вместе. Мы драться будем сейчас, они будут нас по одному выводить, наверное, может быть, даже колотить будут. Но мы не хотим, что я сказал, если сейчас полезут, я говорю, я прям сходу буду выпить, короче. Сынок, не отходите друг от друга, держитесь все вместе, слышишь? Короче, они нам угрожают, маму, если что, я тебе так вот просто сразу говорю, чтобы ты знал и понимала. Угрожают, причем очень сильно даже. Сурик, не сдавайтесь, пожалуйста. Не сдавайтесь, держитесь все вместе. Я сейчас это скину в группу, ты слышишь меня? Я не знаю, куда Путину, наверное, звонить уже, я не знаю, куда в администрацию президента будем звонить. Президенцы черти делают просто, черти делают, своих, своих же, короче, думают. Они позывные какие? Нет у них позывных, они ничего не говорят, они бродатые стоят, чербаны. Чехи, может быть? Нет, чечехи? Осетины они, осетины, маму. Так, короче, солнышко мое, а это, вот этот серб там присутствует, полковник какой-то там? Да, но он же и двинул, короче, нашему полкану, городу, короче, за то, что тот начал высказывать, за нас отстаивать. Тот к нему подошел, ему как двинул челюбку, мы все налетели и все, а там эти сразу за пушки хватили, затворы подергали, короче. Я поняла. Хорошо, а ваш полкан, как фамилия, имя, отчество вашего полковника? Ой, я не знаю, мам, кто нас привез, и это надо сейчас искать его, наверное. Давайте, Санька, сейчас я тебе, Санька, дам тебе, Санька, еще, Санеку, расстанусь. Сейчас, сейчас, ты же пишешься? Пишу, пишу, Санька, пишу, мой золотой. Алло. Да, Сашенька, как этого полковника имя, фамилия, если что? Какого? Которому в челюсть двинули. Ой, я сейчас не знаю, я сейчас не скажу, короче. Ты не знаешь вот этого нашего сопровождающего? Да, да. Ты тоже не знаешь, да. Фамилия, быстро вам найти надо информацию. С нами, блядь, там какой-то пиздец. Короче, я не знаю, я буду, наверное, тебе на работу сейчас отправлять это все. О, тут приезжал, короче, представился, блин, я его не помню по-политической. Это бывший президент, какой-то такой, Северной Осетии, с собраками, со своими словами, поняла, поняла, да? Да, да, да. Прислали нам, прислали нам сюда, короче, поставили людей, короче, то есть, ну, вооруженных, БК. Да. Вооруженных, короче, блин, то есть, дали нам время. Ага. То есть, поняла, да, то есть. Требуйте представителя Министерства обороны. Поняла, в общем, здесь что-то такое, короче, блядь, нас, видимо, продали. Бабки за нас получили, короче, блядь, и что-то пошло не так. Да, да, я так понимаю. Понимаешь? Да. Вот, и что-то пошло не так, потому что мы должны были прибыть, короче, то есть, мы должны были поступить в распоряжение Южного военного округа, быть приписаны, короче, к войсковой части, и там, блядь, должны проходить, были там, на каком-то из полигонов, короче, то есть, обучение. В Ростове, да, в Ростове, да. А нас, то есть, да, там, вот так вот огородами выдернули, короче, то есть, непонятно, то есть, под эту кухню, может, как-то, что-то кто-то там между собой решил, что, ну, и, в общем, не вода, и мы сейчас просто... Ну, пожалуйста, у вас патроны, патроны есть у вас? У нас нет патронов. Блядь, столько оружия. Я поняла. Солнышко... У нас нет ни патронов, ничего, у нас, тебе говорят, я вот на заводе на этом держу, и, сейчас, я тебе говорю, сейчас методы воздействия начнутся, короче, то есть... Смотри, не отходите друг от друга. Кому-то, я тебе говорю, видимо, короче, нас продали просто. Я поняла, вставайте кольцом, не отходите друг от друга. Полковник Федотов Владислав Юрьевич. Так, вот полковник Федотов Владислав Юрьевич. Да, да. Владислав Юрьевич. Да, да. Так, вы находите... Он начал задавать вопросы, как бы, то есть, да, и, соответственно, получил за это полицию. Хорошо, все, я поняла. Так, Сашенька, еще какую важную информацию? Я все записываю сейчас, слышишь? Ну, какую важную информацию... А что нам делать? Мы уже пишем везде, что еще нам делать мы можем? Чем больше от вас, тем, короче, лучше. А так, знаете... Потому что... Да, позывные запоминайте все, ты слышишь? Да. Да, телефоны не отдавайте. Нас здесь 150 человек, короче, то есть. Понимаешь, я тут заперто, короче, то есть, на вагонном ремонтном заводе, там. Понятно. Понимаешь, и нас тут тупо сейчас, короче, то есть, за то, что мы не согласились, мы не согласились, они попали в эту ситуацию неловкую без себя, короче. То есть, то есть, то, что нас продали, а мы тут, оказывается, и не согласны с тем, то, что у нас, как бы... Ну, я так понимаю, ну, просто так эти вопросы не решаются. Как так взять 150 человек на вага, короче, блин, то есть, выдернуть в Южный военный округ. Словами-то, что мы у вас, короче, передаем Южный военный округ, там вы будете приписаны к новой войсковой части, и будете проходить обучение, короче, то есть, и так далее, и тому подобное, блин, то есть, да. Вот. Дальше будете, короче, выполнять, короче, то есть, функцию, блин, то есть, территориальной обороны, функцию антитеррора, короче, понимаешь? И мы оказываемся за лентой, без документов, которые у нас в Ростове забрали, короче, понимаешь? Да. Солнце, скажи, пожалуйста, а если вы будете говорить, что уже вы информацию распространили, и про вас уже пишут везде, это хуже будет? Ладно. Алло. Да, давай сейчас, меня зовут. Давай, Солнце. Солнце.